Родине ты обязан прежде всего правдой, говорил Петр Чаодаев. Тем более, если хочешь на службу по контракту, куда с этого года можно попасть, только пройдя обследование на детекторе лжи. Раньше это испытание проходили только кандидаты в определенные рода войск, например, ВДВ. Вот эта маленькая коробочка, похожая на модем, и есть полиграф, который, обследовав дыхание и сердцебиение человека, расскажет о нем все. Был ли претендент в армию когда-нибудь связан с криминалом, употреблял ли наркотики, подделывал ли документы. А можно ли полиграф обмануть? Казалось бы, чего стоит врать, при этом стараясь не волноваться. Мы решили проверить детектор лжи в действии. Для того, чтобы я смог пройти обследование, меня обвешали множеством датчиков. Вот, пожалуйста, датчики, фиксирующие мое верхнее дыхание, нижнее дыхание, мой пульс, мой электрический потенциал кожи. Даже подо мной, как вы можете видеть, есть датчик, фиксирующий мои микродвижения. Двигаться во время обследования вообще нельзя. Вам удобно сидеть? Да. В этом году у вас были проблемы с сотрудниками полиции? Да. За последний год вас задерживали за правонарушение? Да. Корреспондент несет откровенную чушь. Казалось бы, какое тут может быть волнение. Но полиграф не перехитрить. Красные столбики на экране монитора говорят полиграфологу, что испытуемый врет. Это причина для отказа претенденту на службу. Ну и, конечно же, помимо полиграфа остались и другие этапы проверки для желающих посвятить жизнь защите Родины. Это прохождение профессионально-психологического отбора и сдача физической подготовки. Написание тестов, там 7 методик проходят они. А физическая подготовка – это бег, это сила, подтягивание либо отжимание и на скорость – это бег 100 метров. А вот прохождение срочной службы значения уже не имеет, если у вас есть высшее образование. У закончившего вуз молодого человека есть выбор – отслужить год срочником или 2-3 года контрактником. Никита Гребенников, Николай Шумков, ЗАПТ-ТВ.